Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами известнейший российский киновед, кинокритик, профессор искусствоведения. Словом, человек во многих смыслах легендарный. Это Кирилл Эмильевич Разлогов. Здравствуйте! Здравствуйте! Кирилл Разлогов – президент гильдии киноведов и кинокритиков России, автор и ведущий программы «Культ кино» на телеканале «Культура». Известный популяризатор хорошего кино Кирилл Разлогов начинал как преподаватель на высших курсах сценаристов и режиссеров, а также как переводчик многих иностранных фильмов, выходивших в СССР. Со временем стал одним из главных специалистов в России по истории кино. В течение семи лет был программным директором Московского международного кинофестиваля и много способствовал его развитию. Кирилл Эмильевич написал бесчисленное количество работ по истории искусства и не боится признаваться в любви не только артхаусному кино, но и крепко сделанным блокбастером. Хочу начать, знаете, с года российского кино, который так уже перевалил на вторую половину. Вот многие режиссеры, включая Владимира Ивановича Хатиненко, который вот сейчас тут неподалеку, связывали там определенные надежды, да, с этим годом. В частности, хотелось большого количества дебютов, там, молодых, скажем, кинематографистов. Были ли у вас какие-то ожидания, и как они оправдываются, не оправдываются? Ну, они оправдываются, но я думал, что рухнет больше количества вещей, чем рухнуло. Вот, поскольку только год литературы загорел у библиотеки Идиона, удар был очень сильный, и здесь у нас таких сильных ударов не было, по кинематографии. Ну, единственное, что было, но это мы все ожидали, что, как бы, деньги никакие не появились, и было сказано, что все это должно делаться за счет утвержденного уже старого бюджета, не считая одного проекта, довольно благородного по замыслу. Это строительство кинотеатров в малых городах, точнее, переоборудование кинотеатров в малых городах, но я боюсь, что это на поверку обернется очередной вампукой, вот, и долго будут выяснять, куда делись деньги. Поэтому в этом плане я скорее пессимист, чем оптимист. А с другой стороны, я оптимист, потому что кино продолжается, кино процесс продолжается, фильмы смотрят все больше и больше, смотрят не только в кинотеатрах, но и сейчас уже скачивают с интернета. На телевидении это уже понятно, много каналов, много фильмов, так что количество зрителей на фильмы, в том числе и на отечественной, увеличивается в разы, но отражается это в показателях, которые говорят, что падает посещаемость, падают доходы и так далее. А поскольку то, что происходит в интернете, никто не считает, а основные зрители уходят туда, то получается абсолютно иллюзорная картина полного краха и катастрофы, которой на самом деле нет. Тот факт, что кинозритель массово ушел в интернет в определенный момент, да, и вроде как не собирается оттуда возвращаться, к киносоздателей, безусловно, удручает. У вас в этом смысле и какое-то более философское отношение к этому? Меня это радует, потому что зрителей становится больше, зрители становятся более разнообразными, зрители находят свои любимые фильмы в более разнообразном репертуаре. Для культуры все очень хорошо. Конкретно для доходов, соответственно, кинопроизводителей, для доходов отраслета плохо, пока они не научились считать, пока они не научились использовать как-то коммерчески. То, что делается в интернете, это придет со временем, но на этом нужно учиться дополнительно работать. А с точки зрения того, что там сам ритуал смотрения кино, как некое действие в кинотеатре, ну, тоже, получается, нивелируется? Ритуал смотрения, ну, тоже никуда не исчезнет, тут всегда надо куда-то уходить, чтобы поцеловаться по углам. И кинотеатр в этом плане идеальная прибежище, темно, попкорн, что-то показывают на экране. Чем меньше это отвлекает от основного занятия поцелуев, тем это лучше. А современное такое яркое коммерческое кино, как правило, можно смотреть в полглаза, в буквальном смысле слова. Потому что репертуар тоже соответствует вот этому. А другого типа встречи людей, там, не знаю, в зале консерватории, это другого рода ритуал, другого рода традиция. Вот, а кино было всегда место, а нам кино не надо, лишь бы свет потушили. И таким останется, интернет никогда не заменит. Вот тоже очевидный факт, что кинотеатры стали территорией, на которой прокатывается кино, ну, скажем так, развлекательное, да, кино более визуально-эффектное, да. В этом смысле фестиваль и становится территорией, куда может уходить более интеллектуальное кино. Либо кино массовое, но при этом не рассчитанное на зрителя кинотеатрального. Вот в этом контексте, как вам кажется, Pacific Meridian – это территория какого кино? Разнообразного. Потому что, что касается развлекательности, то я еще сколько там, лет 20-25 назад, ну, с начала 20-го века, основной вектор развития культуры, ушел от просвещения в развлечения. И все, что происходит сейчас в массовой культуре – это есть развлечение. В Америке вообще все кино, все фирмы графические называются интертейнмент. Вот, поэтому они завоевали весь мир, потому что они правильно поняли задачу кино. Кино на самом деле разнообразное, и у нас в национальной нашей традиции разные фильмы. Дело в том, что сейчас такой массовый прокат захватило, ну, может быть, 50 фильмов, которые заполняются 26 недель, которые есть в году. Делается 6 тысяч фильмов ежегодно. Значит, остальные 5 тысяч 900, там сколько, 950, должны где-то показываться тоже. Что-то уходит в интернет, что-то уходит на телевидение, а что-то, что представляет особый культурный интерес, уходит на фестивали. И, собственно говоря, ваш фестиваль в этом плане делает свое дело. Он, во-первых, показывает экзотику, которая до кинотеатров достаточно редко доходит. Во-вторых, показывает российское кино, которое тоже до кинотеатров редко доходит. Потом он показывает все поисковые картины, которые сделаны в других странах, но в первую очередь, конечно, в Азиатско-Тихо-Одьянском регионе. Там есть интересные информационные показы, показы документального кино, показы теперь детального кино. И это очень важная вещь, которую, собственно говоря, кроме фестиваля никто делать не будет. И очень хорошо, что фестиваль живет, и что аудитория у него есть. И что даже на самые такие изысканно утонченные, извращенные фильмы, все равно есть зрители в зале, что приятно. Кирилл Емельич, я так понимаю, что ваша история любви с кино, она началась в тот момент, когда вы со своей семьей жили в Европе, и как раз это пришлось на момент вот этой новой волны в европейском кино. Соответственно, можно ли сказать о том, что именно кино европейское – это ваша первая и, возможно, главная любовь? Или же нет? Если нет, то как вы географически открывали для себя весь остальной киномир? В те же годы, когда была французская новая волна, когда были Феллини и Антониони Висконти, это был период, когда кино интеллектуализировалось, потому что такая развлекательная продукция, в основном, шла на телевидении. Сокрасилась аудитория кинотеатров, кино стали относиться серьезно, как явление искусства, появились кинофакультеты в крупнейших университетах мира, до наших университетов это так и не докатилось. Вы с сожалением об этом говорите? Вот, конечно. Конечно, потому что то, что у нас существует, у нас специализированный, в том числе и старейший институт, в котором я работаю в день, но это отдельное государство в государстве, это очень не взаимодействует вообще с образованием и наукой в целом. Это такой мир в себе, вот, в чем есть свои плюсы и свои минусы. Если бы это было в каждом университете, в Владивостоке, например, в университете был кинофакультет, можно было говорить о зарождении кинематографии региона. В некоторых регионах это сделано, это сделано в Никуте, например, они снимают фильмы на своем языке, которые смотрят свои зрители, которые окупают те достаточно дешевые фильмы, которые там делаются. Ну, а то, что кино стало художественно-престижным явлением в эти годы, в конце 50-х, в начале 60-х, вот, это стало очень важным. Но нужно иметь в виду, что для мастеров французской новой волны самым презираемым было свое национальное кино старое, к нему называли папино кино. Это не всегда справедливое было презрение. А предметом поклонения был Голливуд, было классическое американское кино, и, скажем, Альфред Тичхоук и Говард Хоукс были главными кумирами. А это люди, которые в Голливуде серьезно не воспринимались, они считались ремесленниками, малоинтересными. Я уже говорю про отечественную критику, которая писала, что в Голливуде беспрежимно был кризис, вот, с радостью причем. И в этот период, действительно, в конце 50-х, в начале 60-х годов начался действительно кризис Голливуда творческий, а не только экономический. И тогда говорили, что все, центр мирового кинопроцесса переехал в Европу, значит, в Америке осталась только Нью-Йоркская школа, документальное, экспериментальное кино, но недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах. Вот. Очень быстро, уже к концу 60-х годов, выяснилось, что Голливуд прекрасно справился с кризисом. В начале 70-х годов возникла та ситуация, которая существует часто. Существует голливудское кино, настоящее кино, а все остальное кино там локально, в каждой стране свое, куча национальных школ, традиций и так далее, которые по определению являются периферийными. Поэтому здесь, да, действительно, моя первая любовь была к французской новой волне, к фелине и к фильму «Сладская жизнь». Потом французская новая волна научила меня любить американскую киноклассику. Потом я увлекся историей кино и стал вообще заниматься старыми картинами и понял, что любая старая картина лучше любой новой, потому что она уже проверена временем, но это преувеличиваю. У нас была тогда теория, что любая советская картина лучше любой зарубежной, потому что она идеологически правильная. В этом тоже был свой резон. И дальше, как бы, потихоньку осваивал опыт мирового кино, насколько мне позволял, репертуар кинотеатров. В конце своего очень короткого пребывания во Франции я узнал, что можно ходить в французскую синематеку дешево, за дешевые билеты, которые были по карману, и даже несколько, кажется, не смотрел в синематеке. Когда вернулся в Советский Союз, обратно на родину, вот, там выбор был значительно уже, но у меня уже была определенная технология распознавания этих фильмов, которые следует смотреть. И главным окном у мира был Московский международный кинофестиват, который проходил раз в два года, и который открывал возможности какие-то смотреть что-то другое. У меня никогда не было любимых национальных кинематографий. Вы были любимые режиссеры, но я до сих пор люблю открывать для себя шуток нового. Скажите, а в процессе сближения с миром кино, процесс его создания вас никогда не притягивал? Ну, естественно, когда мне было 15 лет, все хотели быть режиссерами, и я хотел быть режиссером. У меня даже была возможность стать режиссером в связи с семейными обстоятельствами. Если бы не приехал в Россию с матерью, я бы остался с отцом в Болгарии, во Франции, и он бы отправил меня во ВНИК по специальной квоте, даже предлагал мне это. Но я в какой-то момент проявил благоразумие и решил, что, сколько я любил хорошее кино, решил, что плохих фильмов и без меня достаточно. А твердой уверенности в том, что я это делаю, приносите почемки на жетанин кейн или зеркал, Тарковского у меня не было. Приумножать количество плохих фильмов мне не хотелось. Мне было значительно интереснее думать о фильмах, рассуждать о фильмах, показывать фильмы. Я, в общем, убдился по ходу своей биографии, связанной с кино, что я прав. Но я еще думаю, что я никогда не был действительно по-настоящему несчастный, что меня ценуло писать стихи, создавать художественные произведения. Если бы это было, то, наверное. В свое время вы занимались переводом французского кино. Вы сейчас... Французского, английского, американского, итальянского, немецкого. А, даже так. Занимаетесь ли вы этим последние годы, и если нет, то скучаете ли вы по этому делу? Ну, периодически меня просят что-то перевести, так что я вспоминаю, как это бывает. Вот. Но эта работа была интересная, но она была главная просто средством заработка. Это я учился в университете. Стипендия была 35 рублей за один перевод фильма. Мало того, что я смотрю фильм, который не вышел на экраны, это сам по себе интересно. Мне еще платили 7,50. Я какое-то время, в 60-е годы, переводил по два фильма в день. Значит, 15 рублей в день, а полстипендии зарабатывал за один день. И, в общем, не говорю уже про московские фестивали, где нам светили абсолютно за облачные деньги в тысячу рублей. Правда, за каторжную работу, там, переводил по 7 сеансов в день, где-нибудь в столице Союзной Республики. Но все равно это вот раз в два года мы знали, что нам придут большие деньги. Для студента это было очень серьезное подспорье. И как заработок, я долго это сохранял. Но потом я стал зарабатывать еще лекциями про кино. Тоже был приличный заработок в 40% со сборов. И что-то такое показывалось. Интересно, эти сборы были достаточно большие. Поэтому это часть профессии. Она нам очень многому научила. И в смысле переводческой деятельности, языков, но и особенности национальной школы, особенности фотографического мышления. Вообще очень полезно иногда смотреть картину по 10, 20, 30 раз, когда видишь каждую деталь, как она сделана. Не только в смысле реплик и фонограммы, но и в смысле изображения. А вообще много такого кино, к которому вам хочется возвращаться и пересматривать? Немного, но оно есть. Можете назвать какие-то картины, которые... Я могу сказать, что вот я всегда с удовольствием смотрю Вестерна Гоуэрда Холкса, ее «Браво» с Джоном Уэйном. Это представляется последний классический Вестерн 59-го года. Он всегда мне... Когда он мне попадается на телевидение, например, в какой-то стране, всегда с удовольствием смотрю Мерлин Монро. Всегда с удовольствием смотрю по нескольку раз французские картины старые, потому что они навеивают мне воспоминания молодости. Из советских картин я очень люблю, во-первых, классику конца немого периода, типа «Дом на Трубной», «Бориса Барна», это вот эти картины. Самая моя любимая картина это «Третья Мещанская», «Абрама Рома», которую я могу пересматривать бесконечно. С меньшим удовольствием я пересматриваю Эйзенштейна, хотя это великое кино, но оно такое достаточно умозрительное и жесткое, и, собственно, чисто эмоционального удовольствия она не приносит. В общем, есть очень много картин, которые я пересматриваю с удовольствием, но, скорее, в силу случайности. То есть я никогда не беру, вот говорю, я вот буду смотреть эту картину, переключаюсь с канала на канал и вдруг натыкаюсь на что-то, что мне приятно пересмотреть, хотя бы частично. Мой заключительный, наверное, вопрос. Вот вы уже с долей юмора сказали, что плюс фестиваля «Пасифик Меридиан» хотя бы в том, что он за все эти годы и не закрылся, как многие мировые кинофестивали. А вот в силу того, что... В том, что сменился губернатор. В силу того, что вы его наблюдаете с самого зарождения, и вот уже 14 лет, как вам кажется, какая-то внутренняя динамика фестивалю присуща, если дату какая она? Вот, нет, присуща скорее последовательность. Потому что, хотя команды меняются под воздействием политических обстоятельств, но меняются, во-первых, они частично, а частично они очень стабильны. По атмосфере фестиваля, как праздника, не знаю, и тогда было хорошо, и сейчас хорошо. По организации, конечно, стало лучше, просто потому что люди, которые это делают, набили руку на это. Да, фестиваль совершенствуется. Спасибо вам за эти приятные слова, спасибо за то, что нашли время для беседы, и очень приятно было видеть вас. Всего хорошего. Всего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!